Всем привет! Здесь мы не критикуем кино, а разбираемся, какое сознание моделирует сегодня важнейший из искусств. Для этой цели я выбрал 9 критериев и их противоположные значения. Было решено начать с фильма Дэдпул. Норма отклонения. По этому пункту практически весь фильм оказывается в минусе. Что нам показывают? Главный герой – мутант. Главная героиня – падшая женщина. Штропон в неположенном месте. Сплошные супергерои и суперуроды. А обычные нормальные люди почти отсутствуют. Единственные, кого можно назвать нормальным человеком – это таксист. Общество эгоизм. Действия фильма двигают исключительно эгоистические намерения и поступки. Борьба со злом ведется лишь из мести. Все люди в фильме – обыватели, которым плевать на общество и его проблемы. Достаток роскош. Эта строчка приводит в замешательство, потому что ни достатка, ни роскоши в фильме нет. Действие происходит либо в безликих декорациях, либо в холупах. Из роскоши только внедорожники. Созидание разрушения. Никто ничего не создает и даже не планирует. Сплошной круши ломай. Плюс к этому главный герой постоянно занимается самоотравлением. А его ближний круг – это асоциальные деклассированные элементы. Человечность без человечность. По этому пункту все понятно уже из трейлера. Эстетизация жестокости, достигшая апогея. Сплошные убийства по поводу и без. И понятное дело, всем на это насрать. Никто и не думает вызывать полицию. Ее даже в кадре нет. Видимо, дело происходит в параллеле реальности тотального беспредела. Плюс кругом одни наемники, которые палят во все стороны, лишь бы платили деньги. Развитие потолок. Никто ни к чему не стремится. То, что никто не развивается и всех устраивает серая жизнь обывателей, в которой нет ничего, кроме бессмысленного потребления – это еще полбеды. Никого не парит и то, что все живут в трущобах. Кругом одни стрип-клубы, бары и беспредел, на которые полиции насрать. Естественно, о пользе даже своей собственной никто и не думает. Все пьют, курят, сношаются и прочее. Выбор – монополия. Все решают исключительно грубой силой или большими деньгами. Выбор отсутствует. И все решают беспредельщики-одиночки. Правительство и народ в отпуске. Содержание – форма. Это комикс. Какое тут может быть содержание? Зато форма, как говорится, на все деньги. Фильм не ставит никаких вопросов. И поэтому к его окончанию мозги превращаются в желе. Морально-аморально. В показанном мире любовь равно секс. А смерть – повод для шуток. Гипертрофированная страшная история взросления подруги главного героя обоими воспринимается как веселое приключение. А ее карьера проститутки для них обоих так же нормально, как и ее месячные. В фактах ее биографии нет ничего особенного. В жизни всякое бывает. Гораздо важнее то, что таким образом зрителю прививается равнодушие к существующим в обществе проблемам. Плюс к этому главный герой, отдав долг буржуазной родине, имея хорошую физическую подготовку, почему-то не занят ни на каком общественно полезном производстве, а занимается хрен знает чем. Безусловно, его способность обстебать все на свете очень доставляет. Но вряд ли зрители будут улыбаться, когда капитализм постучится к ним в дверь. Итог. Карьера проститутки для женщин, случайная заработка для мужчин и отсутствие перспектив жизни могут восприниматься как норма только в утонувшем в кризисах капитализме. Вы согласны на такую норму жизни? Вы хотите жить в обществе людей, воспитанных этим фильмом? Продолжение следует...